Книга «Открытым окон», том 6, тема литературы, вопрос 1588. Лауреаты Нобелевской премии по литературе много ли сказали истинного, и можно ли ссылаться на их мысли при разговоре с неверующими, когда доказываешь что-то о спасении? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Премия Нобеля, изобретателя и путешественника, оставившего средства для поощрения самых выдающихся людей, вся пропитана кровью. Алькред Бернхард Нобель, 1833-1896 годы жизни, учредитель Нобелевских премий, в 1867 году изобрел динамит, в 1888 – баллистит, организатор и совладелец многих предприятий, по производству взрывчатых веществ. Нобелевские премии – международные премии, названные по имени их учредителя, шведского инженера-химика Нобеля. Присуждается ежегодно с 1901 года за выдающиеся работы в области физики, химии, медицины и физиологии, экономики 1969 года, за литературные произведения, за деятельность по укреплению мира. Присуждение Нобелевских премий поручено Королевской академии наук в Стокгольме по физике, химии, экономике, Королевскому королинскому медико-хирургическому институту в Стокгольме по физиологии и медицине, шведской академии в Стокгольме по литературе. В Норвегии Нобелевский комитет парламента присуждает Нобелевские премии мира. Нобелевские премии не присуждаются посмертно. Это самая престижная и самая, вероятно, денежная премия. Есть и дважды лауреаты этой премии, как Мария Кюрис-Кладовская в 1903 и в 1911 годах. И за что же она удостоилась сей награды? Чем она облагодатствовала мир? Оказывается, все связано с радием, с расщеплением ядра. Это затем и Хиросима с Нагасакой, Чернобыль, это и Третья мировая война. Это все оттуда пошло. Тогда же никто и не подумал, за что дают премии. Кровь и море крови было на той премии. И так почти во всем, ибо учредил эту премию изобретатель взрыва. Что касаемо литературы, то всех лауреатов не стоит перечислять. Они у нас почти неизвестны и не переведены на русский язык. Но те, что нам известно, ничего не говорят о спасении души. А многие даже и не христиане, тем более не евангельские. Вот только некоторые из них с 1901 по 2001 год. Около 597 лауреатов этой премии было. В 1913 году Робин Дранат Тагор, Индия. В 1915 году Роман Ролан, Франция. В 1930 год С. Льюис, США. В 1933 год Иван Бунин, Россия. В 1947 год Андре Жит, Франция. В 1949 год Фокнер, США. В 1950 год Рассел, Великобритания. В 1953 год Винстон Черчилль, Англия. В 1958 год Борис Пастернак. В 1964 год С. Сартер, А.П. Франция. В 1965 год Михаил Шолохов, СССР. В 1970 год Александр Солженицын, СССР. В 1971 год Меруда. В 1982 год Гарсия Маркис, Колумбия. В 1987 год Иосиф Бродский уже в США жил. Премию за мир получили в 1990 году Михаил Сергеевич Горбачев и в 1994 году Рабин и Израиль. Сегодня мало кто знает, что лауреатами Нобелевской премии были в 1904 году Иван Петрович Павлов, в 1905 году Генрих Синкевич, автор Кама Гридеша, в 1906 году Фёдор Рузвельт, США, в 1907 году Киплинг, Великобритания, в 1908 году Мечников Илья, в 1908 году Маркони, изобретатель беспроволочного передатчика, Италия, 1921 год, Альберт Эйнштейн, Германия, 1974 год, Мать Тереза, Индия. Нас интересует только литература. К Богу ни один автор не зовет. Самым значительным, на мой взгляд, из них является Солженицын. Александр Исаевич, такой человек, как Ярл Николаевич Пести, вполне заслуживает премию мира за призыв к примирению со Христом. Но хозяева этой кухни, масоны, вряд ли и посмотрят в его сторону. Думающие улучшить породу людей, давно уже советуют сделать банк спермы от лауреатов этой престижной премии. Что же касается пользы от написанного ими, то один стих Евангелия превышает всю их писанину, многотомную словесную эквилибристику всех этих виртуозов, фокусников изящной литературы. Иоанн Блатоуст все это искусство умения хорошо говорить считает самым ничтожным даром в церкви. Нам нужна святая и истинная мысль, исправляющая человека, пусть и грубо сказанная, но по делу. Матфея 12,34 Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста. Столько словесной шелухи у этих лауреатов, что ветер выметает их труды уже при жизни. От них никому нет пользы для вечности. Цель книги должна быть выставлена в предисловии. Для чего она появилась? какое у нее назначение и как этого добиться? Вот образец сказанного Иоанна 20,31 «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий и веруя, имели жизнь во имя Его». Иисус, сын Сирахов, сам определил это так. 1,3 «Чтобы любители учения вникая и в эту книгу еще более преуспевали в жизни по закону». Итак, прошу вас, читайте эту книгу благосклонно и внимательно и имейте снисхождение к тому, что в некоторых местах мы, может быть, погрешили трудясь. А мирские писатели, даже такие, как Достоевский и Гоголь, не говоря о «Ветреннике Пушкине» и об озлобленном Лермонтове, сколько списали в грязи этой жизни, не делая выводов, не призывая ко Христу, а просто кружили на одном месте, как Чарль Диккен, хитрили, вертели, развращали, как Мапассан, как Эмиль Золя, Набоков, Срахова 20.22 Есть хитрость изысканная, но она беззаконна. Этих безбожных лауреатов прославляют, а о них можно сказать при мудрости Соломона 15.10 «Сердце его пепел и надежда его ничтожнее земли, и жизнь его презрение грязи, а заслуженных по развращению душ людей, а те, кто сам служил дьяволу и туда же ведет читателей своих, говорится в Солом 61.10 «Сыны человеческие только суета, сыны мужей ложь, если положишь их на весы, все они вместе, легче пустоты, посмотрите на них, на их лица, как на Набокова, Владимира, Исаи, Дель, Тридей». Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как садомляне, не скрывают горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. Сырахова 20.26 «По виду узнается человек, и по выражению лица при встрече познается разумный». Сырахова 38.21 «Выражение сердечного изменения – лицо, четыре состояния выражаются на нем – добро и зло, жизнь и смерть, а господствует всегда язык». Эти лауреаты по литературе более искусны в изображении самого негодного при мудрости Соломона 13.11 «Вырубив годное дерево, искусно снял с него всю кору и, обделав красиво, устроил из него сосу. Они же этим и живут, это их заработок. Если бы им не платили как кривлякам паяцам, то они передохли бы с голоду и их искусство «прекратилось бы», говорит Блатоуст об артистах при мудрости Соломона 14.2 «Ибо стремление к приобретениям выдумала он, а художник искусно устроил. Конечно, можно и в этом помойном ведре, в мусорном ящике найти крупицы полезного». Иеремии 15.19 «На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять предлиться моим, и если извлечешь драгоценное изничтожного, то будешь как мои уста, они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним». Просто ссылаться на убеждения собеседника можно, но нужно хорошо понимать, что это только для подтверждения написанного в Библии. Нужно людей звать вернуться на родину, то есть ко Христу, в отчий дом. Вот как можно воспользоваться стихотворениями величайшего словоблуда писателя кентавра Владимира Набокова. Странствуя, ночуя у чужих, я гляжу на спутников моих. Я ловлю их говор тусклый. В роковых я требую примет, кто увидит родину, кто нет, кто усмет в земле нерусской. Если б знать, ведь странникам даны только сны о родине, а сны ничего не переменят. Что таить случается и мне видеть сны счастливые во сне. Я со станции в имени еду, не могу сидеть стою, в тарантасе тряском узнаю все точилки, все толчки весенних рыблен. Еду с непокрытой головой белой, что платок твой и с душой, слишком полный для молитвы. Господи, я требую примет, кто увидит родину, кто нет, кто уснет в земле нерусской, если б знать, за годом валит год, даже тем, кто верует и ждет, даже мне бывает грустно. Только сон утешит иногда, не на области и города, не на власти и села вся Россия делится на сны, что несметным странникам даны на чужбине ночью долгой. 1926 года. Читайте Библию, закон Божий, там обещана премия и читающему, и исполняющему жизнь вечную. Псалом Иакова 1.20 Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и приводит в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Откровение 1.3 Ибо время близко.